Ночная резня в одном из ромских поселений во Львове. 10 человек напали на семью ромов. Есть жертвы. Нашла ли полиция виновных? Выясняла Галина Якушко. У 19-летнего Раджа на теле несколько колото-резаных ран. Врачи провели экстренную операцию. Этой ночью около полуночи на семью Раджа напали неизвестные в масках. Они ворвались в ромский табор на улице Трусковецкой на окраине Львова. Стали избивать его жителей. В это время в таборе спали 10 человек. Среди них женщины и дети. Радж вместе с братьями вступил в драку с неизвестными. Палили батьку и ножи сюда. И все. Били. Вон раз. Меня. Бужу пала я. Ножи было его. Молоток. Все было. Пациент 19-ти роки. Сколото-резанными ранами ротной клетки правого плеча. Хворь был обстежен. Взятый в рогентную операцию. Прооперыванный. Сейчас на данный момент хворь находится в хирургическом отделении. Стан хворого стабильно важный. Раджи еще не знают, что его 24-летний брат Дави погиб. Ранение получили еще три члена семьи. Среди них 10-летний мальчик и женщина, которая заступилась за ребенка. Полиция задержала семерых злоумышленников. Они сейчас в изоляторе. Все участники одной из праворадикальных молодежных организаций. Задержанным грозит пожизненное заключение. Вылечены возможные снаряды убийства НИЖ. Эта ситуация пребывает на контроле руководства национальной полиции Украины и Министерства внутренних справ. Сейчас решаются вопросы о затримании подозреваемых о ускоянии этого нападу. Это не первое нападение на Ромов за последние несколько месяцев. До этого погромы были в Киеве, Ивано-Франковске и Тернополе. Но до убийства дошло впервые. Ситуацию потрясла даже международное сообщество. Пресс-секретарь Генсека Совета Европы написал в Твиттере «Нас ужасает то, что в этот раз убили человека. И ожидаем полного и прозрачного безотлагательного расследования». Глина и Пушкин, Ири Голубинка. Подробности телеканал Интерлевов.